Итак, добрый день, уважаемые радиослушатели, дамы и господа, у микрофона снова Ольга Шер, и я рада приветствовать в нашей студии Татьяну Бондарчук. Вы знаете, что она представляет организацию Crime Victim Advocacy, и мы уже не первый раз не встречаемся в нашей студии. Каждый месяц мы рассматриваем животрепещущие важные темы для нас, и сегодня она не менее важная. Татьяна, пожалуйста, представьте нашего гостя сегодняшнего и тему передачи. Добрый день, дорогие слушатели, добрый день, дорогие зрители. Приветствую вас и рада снова быть с вами в студии. И хочу представить уважаемого офицера полиции Джейсона Хабберт, который работает много лет в нашей портландской полиции и охраняет нашу стабильную безопасность в этом городе. Джейсон работает в портландской полиции уже 19 лет, и он работает в группе по работе и предупреждению бандитских формирований в нашем городе 16 лет. И сегодняшняя наша тема, мы будем говорить о том, что все-таки происходит в нашем городе, в нашем городе есть бандитские группировки, и что нам нужно знать о том, как себя вести, и что делать, если вдруг мы столкнемся с такой ситуацией. Джейсон, can we talk about the gangs group in our city, and what's going on, the statistics, and how people can recognize who is who, and what kind of examples you may provide to us? В нашем городе есть разные вот эти бандитские группировки, и они также подразделяются по национальностям, то есть есть африканские группировки, есть латино-группировки, есть азиатские, и также группировки белых, если по-другому еще называть. Славянские группировки есть или нет? So the question is about, like, Russian gangs? Yes. Есть эти группировки. То есть вот эти, Ольга спросила вопрос по поводу того, если русскоговорящие вот эти группировки, бандитские группировки, и они есть, и они более как бы организованы, и они не обязательно, они концентрируются в нашем городе, в Портленде, но то, что именно Джейсон, чем он занимается, они бы в основном работают с тем, что происходит на улицах здесь, в городе. В городе Портленд. Вот эти мелкие группирования хулиганов, которые делают различные беспорядки или устраивают различные стрельбы на улице. Перестрелки. Перестрелки. А я напомню нашим радиослушателям, наш студийный номер 971-319-1130, вы можете поучаствовать в нашем эфире, задать вопрос нашему спикеру. Тема интересная. Я вот сейчас смотрю, как у нас в форме сидит официальное лицо полиции, представитель полицейского участка, детектив, насколько я понимаю, да? Нет, офицер. Офицер. Вот. И я хочу вам напомнить, что вы можете нас видеть также в прямом эфире на Facebook. Это Slavic Community Center of Northwest. Прямо там сейчас есть уже прямая трансляция. Пишите ваши сообщения о вопросе через Facebook или на наш мобильный портал 971-319-1130. Участвуйте, задавайте вопросы. И нам уже приходит вопрос, я хочу сказать, что задали вопрос, как же... We got the questions already. Как вы решились на такую опасную профессию? So the question, Jason, to you, how you decide to choose this, you know, to become a police officer? Um, well... It's some kind of dangerous, so that's the questions, how you decide... The cliché is always, you know, I want to help people. То есть основное решение было принято на основании того, что он всегда хочет помогать людям. And everyone makes fun of that cliché, but we really do. I really enjoy helping people. So you would think that a gang officer, all we do is deal with the negativity and the bad people of Portland. То есть иногда люди думают, что офицер, который работает с хулиганами, он всегда делает что-то негативное и всегда имеет дело с чем-то плохим в городе. You know, we do deal with the bad people of Oregon, of Portland. But we also help out people who are involved in gangs. We help them get out. We help them maybe get a job, transport them. You know, just help them in everyday life activities. То есть, конечно, мы имеем дело со всеми вот этими негативными хулиганскими разборками в городе, и мы работаем с этим. Но помимо этого мы еще делаем то, что мы помогаем этим ребятам выйти из этих группировок и начать другую жизнь, и как бы иметь нормальную жизнь. То есть, социальная работа, социально-ориентированная работа получается. Да. So I also, I get to drive fast, I get to run and chase after people, I get to, you know, go into houses and chase people around the house and arrest them for doing bad things. But, like I said, I also help people who are in need, who need help. То есть, да, и он кого-то преследует, кого-то догоняет на машинах, он входит в дома, где вот эти хулиганские вещи, разборки происходят. Но помимо этого всего, он также еще помогает людям. И вот это то же самое, то, что его мотивирует работать в полиции. So I'm going to tell you a quick story, that's okay. So I have arrested lots of people for guns, and I've arrested specifically six kids under 18. То есть, он сейчас рассказывает одну историю, когда он арестовал несколько людей, которые занимались хулиганством, и шесть из них было подростков, которым по 16 лет. And when those six kids get arrested, they go to court, and then I will talk to the judge and the attorneys, and we will figure out a way of how to help them, how to get them out of the gang life. И что происходит, когда эти подростки арестованы? Их вызывают в суд. И в суде они разговаривают с судьёю, и решается вопрос. И как раз вот Джейсон в этом участвует, когда решается вопрос, какой следующий шаг должен быть предпринят, что будет с этими подростками, и что сделать для того, чтобы они вышли из этих хулиганских группировок, или бандитских группировок? So, usually, I don't dress in this outfit. I'll go and talk to the kid. I'll go pick the young man or woman up, and my partner and I will take them to lunch, and just talk to them about everyday life, and nothing about police, nothing about, you know, the bad things that they've done. We try to just give them a positive outlook on what they can do, and how they can become a good member of society. Обычно, что я делаю, я не одеваю вот эту полицейскую форму. И я просто в обычной одежде, и я встречаюсь с этим подростком, и у меня мой партнёр тоже со мной, и мы просто идём куда-то покушать, и мы разговариваем с этим подростком, и как бы на вот таком социальном, общественном, неформальной обстановке, чтобы помочь ему всё-таки стать порядочным членом вот нашей общины или society вот здесь вот в городе. Носит звоночек. И у нас... We have a phone call. Добрый день, вы в прямом эфире. Если можно, приёмничек прикрутите. Он выключен. Отлично. У меня просто на спикере стоит. Отлично, отлично. Слышаем вас. Добрый день всем ведущим. Добрый день. У меня два вопроса. Конечно. Алло. Да-да-да. Первый вопрос. Если совершено преступление, обязана ли полиция, если ведётся расследование, сообщать пострадавшей стороне? Если да, то в какой форме? А если нет, то почему? Так, дайте сейчас... Да-да-да. Можно, если пояснить первый вопрос? То есть ведётся какое-то расследование, и... Если совершено преступление, ведётся расследование, сообщается ли о ходе расследования пострадавшей стороне. О ходе и о результатах. И каким образом? Понятен вопрос. И второй? И второй вопрос. Я так понял, он получается, как это при советской власти называлось, комитет по делам несовершеннолетних? Дет в каком-то, что ли? Так, что ли, получается? Нет, нет, нет. Он работает. У нас на улицах есть вот эти бандитские группировки, которые устраивают стрельбы, могут в парке расстрелять людей, могут поджигать машины, разламывать дома. И старше 16 лет. И старше. So you work with different ages of groups. Да. Он работает со всеми возрастами вот этих хулиганов или группировок, бандитских группировок, которые у нас существуют в городе или в каунте. То есть это не... Это был просто пример. Это один из примеров, который, одна часть из его работы, которую он делает, то есть он разговаривает с подростками, чтобы... Профилактика. Профилактика. Да, профилактика преступления. So the question was, if... Here is some violence on the street and detectives doing investigation. So how they... If they inform victims, what's going on regarding investigation and how they inform victims? So, I mean, so a victim, how will we inform a victim of what's going on? About investigation. So, usually we'll interview the victim or the suspect or we'll interview the victim or the witness and then throughout the investigation we will call we will call the victim and the witness and just give them just tell them what's going on with the investigation and then we tell them when court is and stuff like that. but we continue to have talks with them. Значит, ответ такой, что когда произошло преступление, полиция и line enforcement вот эти тим они делают расследование и часть этого расследования входит, что проводится интервью с пострадавшей, проводится интервью со свидетелями и собирается вся информация и по поводу вот этого преступления будет назначено, допустим, слушание в суде и каждый раз, когда вот это расследование идет, то пострадавшие информируются полицией, что происходит и когда суд будет и так далее. То есть вот эта информация вся предоставляется. But I would like to back to the gang activities and can you give some like description of the group like what kind of activities they are doing and just maybe brief description that people will understand what we are talking about. That's a good question. So let's just take well right now the most violent gangs in Portland we have right now are the African-American gangs, the black gangs. то есть самая такая активная хулиганская группа или бандитская группа в Портленде это африкано-американская группа, с которой чаще всего вот сейчас полиции приходится иметь дело. то есть вчера как раз вот была стрельба в 10 утра то есть это 118 по счету стрельба through this year since January 1 то есть с января это уже 118 случай когда вот такая страшная перестрелка была вчера. last year at this time we were at 150 то есть can you repeat number for this 118 значит в прошлом году на это время было 150 вот этих перестрелок и в основном все вот эти вот случаи это перестрелки то есть всего случаев было 193 в прошлом году в 2015 году а вот в этом году уже получается на сегодняшний день то есть на вот первые числа октября уже 118 случаев so a lot of the activity that we'll see that you might see on the community is just groups of kids boys and girls hanging out at the mall and just doing activities that that just catch your eye or catch your attention то есть какие как они вот ведут себя вот эти группировочки вы можете видеть в моллах или где-то на улице когда девушки и ребята они собираются вместе и как-то себя так ведут чтобы привлечь внимание окружающих то есть когда обычные ребята собираются вместе они не ведут себя так чтобы привлечь внимание окружающих но вот именно эти группировки группировки таких ребят которые настроены на какие-то хулиганские вещи они обязательно будут привлекать внимание людей они могут иметь определенные цвета одежды или допустим ребята они могут иметь определенные кепки определенного цвета или с определенными эмблемами и они даже одеваются одинаково одежды и ребята и девчонки то есть они могут иметь какие-то определенные эмблемы и они могут допустим употреблять наркотики они могут курить марихуану или они могут распивать напитки алкогольные то есть вы увидите их вы как бы внутри почувствуете что что-то нехорошее происходит вы увидите что какое-то ненормальное поведение этих группировок то есть что происходит между ними они в основном переживают за то что происходит в других группировках и у них в основном вот это напряжение идет между группировками между разборки вот эти друг с другом между усобиц друг с другом я спросила Джейсон а что делать если вдруг обычный человек оказался между двумя группировками ну так вот получилось то он рекомендует что если вы чувствуете что какая-то группа подростков или людей которые как-то неадекватно себя ведут не идите в ту сторону возьмите обойдите большим кругом но обойдите не идите туда чтобы сохранить себя в основном я так понимаю все-таки это незаконно полученное оружие используется в перестрелках верно? то есть оружие которое люди носят с собой в первое должно быть обязательно разрешение на это оружие и это нелегально носить заряженное оружие в городе то есть это нелегально то есть тебе ты должен быть 21 год по возрасту и обязательно еще бэкграунд то есть когда проверять твою криминальную историю чтобы иметь оружие и вот когда они интервью делают с этими людьми из этих группировок они говорят я ношу это просто чтобы меня защитить для моей безопасности и тогда мой вопрос для них почему им нужно себя защищать то есть в чем причина от чего то есть когда я вижу 16-летнего подростка у которого есть это оружие и тогда сразу возникает вопрос и он говорит что это для моей безопасности тогда сразу возникает вопрос от кого безопасность на кого он хочет напасть если вдруг на него будут нападать или он на кого-то нападать и то есть сразу идет вот эта серия вопросов что все-таки реально происходит и какие дальнейшие перестрелки могут возникнуть от того что 16-летний подросток ходит с оружием еще у нас есть вопрос неужели и девушки тоже участвуют в перестрелках и носят оружие мы арестовывали девушек когда они именно водили были за рулем и тоже участвовали в перестрелках и что происходило значит у них было оружие и они участвовали в перестрелке и они перевозили вот членов группировок в определенные места и у нас даже есть задокументированные группировки именно девушек вот эти хулиганские группировки или бандитские группировки которые организованы именно девушками и в прошлом году была такая перестрелка когда просто две женщины они стреляли в друг друга и они оба были ранены я спросила его можем ли мы поговорить о том как родителям говорить с подростками обо всех этих вещах если вдруг на них какие-то ровесники начинают давить да оказывают влияние то я спросила Джейсона чтобы он рассказал об этом самый первый говори со своим то есть каждый день не то что там один раз в месяц каждый день говори со своим ребенком знай что у него в голове смотри что он смотрит на интернете на какие страницы он выходит то есть это очень хорошо быть допустим если ваш подросток он имеет он имеет какие-то аккаунты как фейсбук там твиттер еще другие аккаунты на интернете будьте с ними друзьями в этих аккаунтах и чтобы видеть и знать кто у него в друзьях какие он месседжи посылает с кем он общается чтобы быть в кругу всех событий что происходит с ним когда он общается на интернете через этот аккаунт, они через 2-3 дня уже уходят, и вы тогда можете не уследить, что и в дальнейшем ребенок может оказаться в опасной ситуации. То есть, да, говорите с вашим ребенком открыто о наркотиках, об алкоголе, о разных других вещах, которые могут произойти давление со стороны подростков, но и также говорите о том, что не надо делать, то есть какие могут быть последствия, если будет сделано то или другое и третье, и чтобы они знали, что все-таки может произойти. То есть, вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешным, поэтому самое главное ваше общение с вашим ребенком, чтобы построить с ним тесное отношение, построить с ним хорошее отношение, чтобы он вырос здоровым взрослым человеком и был успешным. Нам пришел еще вопрос на фуизбуке. Так, что происходит с клоунами на улице Портланд? Это прямой перевод, но я прочитаю еще по-английски. Что происходит с клоунами на улице Портланд? Я не знаю. Пойдемте, я слышал клоунами. Пойдемте. Да, вопрос. Да, вопрос. Что происходит с клоунами на улице Портланд? У нас есть звоночек. Давайте примем, и потом подумаем пока. Здравствуйте, в прямом эфире. Мы слушаем вас. Еще раз добрый день. Да-да-да. Вопрос, господин офицер, не связывает ли он такое количество преступлений, связанных с огнестрельным оружием, с тем, что огромное количество игр в интернете связано также с огнестрельным оружием? Видеоигры. Да. Спасибо за вопрос. Молодые люди, люди, посмотрев, сыграв в игру и просто переносят в реальность. Да, путают в реальность. Я тоже интересуюсь этим вопросом, и мы сейчас зададим этот вопрос. Слушайте, пожалуйста, нас выяснили. So, the question is about when kids playing at home, you know, games, and shooting games, and then they lost reality and going on the street and doing shooting. So, is this some link between... Yes, that's a good question. I was about ready to say that, too. So, kids lose that reality. Here you play Call of Duty. It's a game. And you're shooting people, and then when you get shot, you die, but then you come back within seconds. The kids take that to the street. So, they take that to the street, and then when they actually do have a real-life gun, and they actually pull that trigger and shoot someone, they do not know the effects of how it's going to hurt them, their family, their community, and the people that they shot. So, yeah, they really don't understand, until they are put in handcuffs, and then most of the time, well, most of the time, they just start crying. So, they do not understand, until the moment, when they wear gloves, they are arrested, and in that moment, they start crying, like children, almost not realizing, that they have already done a crime. So, it was a game for them. Because then it's too late. When I put handcuffs on you, it's too late. Reality sets in, and then the judge tells you, you're going to do 5, 10, 20 years. That's harsh on a kid, who has no idea what he's doing. So, when Jason уже одевает наручники на этого подростка, который стрелял в кого-то, and then the judge tells you, you're going to do 5, 10, 20 years, that's harsh on a kid, who has no idea what he's doing. and they will spend this life in prison. It's horrible. I would like to go on a short reclame, in this time, in this time of reclame, to talk about the problem with clones, and to talk about the questions of our viewers and listeners. I would like to ask you, you can watch online translations through our Facebook page. It's a website Slavic Community Center of North West. А также пишите на наш мобильный портал 971-319-1130. Сейчас будет коротенький тайм-аут, коротенький перерыв, и мы вернемся через несколько минут. Дорогие друзья, мы тут общаемся, конечно, в эфире, потому что тема злободневная, тема невероятно интересная, и обсуждение уже идет и в Facebook, и у нас на мобильном портале, еще раз напомню, номер 971-319-1130. И у нас еще звоночки, давайте прям примем его прямо сейчас. Здравствуйте, в прямом эфире. Еще раз добрый день. Добрый. Еще один вопрос к господину офицеру. Да, конечно. Вот он сказал, что он сажает молодых людей в тюрьму. А есть у него какая статистика? Кого больше выходит? Исправленные люди или закоренелые преступники? И если закоренелые преступники, то в таких случаях делает полиция? Спасибо за вопрос. Вам понятие, да? Мы получили очень простые вопросы. Если вы арестировали кого-то, и эта человек идет в презону, то есть какая статистика? Если есть преступники, или есть новые преступники? И если есть настоящие преступники, то что вы будете делать? Так, скажи это снова. Ольга? Да, я могу вам сказать только по-русски. Да, по-русски. Значит, вопрос следующий. Мы, значит, посадили человека в тюрьму, действительно. Кримина, который... Да, связанный с вот этими перестрелками, с бандитскими группировками. Человек вышел на свободу, но снова рецидив, снова такие же проблемы. Либо он исправился. Если статистика, исправляется большинство людей или нет, но, а если не исправляется, есть какие-то меры жесткие для таких людей? Может быть, второй срок дольше? Либо еще какие-то моменты? Окей, я... А breeки-то, little bit tricky, complicated question. So, police arrested someone for a shooting. This person went to prison, been released from prison, made another, you know, crime. То есть, когда человек попал в тюрьму, он отсидел все сроки, и когда он выходит, то ему предоставляется очень много ресурсов, которые на уровне штата, на уровне района или на уровне города, которыми он может воспользоваться. То есть, у них будет это называется пробейшен офицер, с которыми они должны будут контактировать. И также, когда они выходят из тюрьмы, им приписывается определенный список вещей, которые они должны делать. То есть, например, если они кого-то сбили в акциденте на машине, значит, они обязаны, должны будут выплатить этому человеку определенную сумму. То есть, вот этот парол-офицер, он практически, ну, это в кавычках, он как родитель для этого, который вышел из тюрьмы. То есть, определенные вещи он говорит тому, кто вышел из тюрьмы, что тот человек должен сделать. Например, найти работу или там участвовать еще в каких-то активитисах. Если, например, этот человек имеет какую-то зависимость от наркотика, тогда они его направят в определенную клинику, где он будет проходить реабилитацию. Или, например, алкогольная зависимость или неуправляемые приступы гнева, когда происходят. То есть, определенная будет направляться на лечение. То есть, определенные, может быть, какие-то умственные вещи происходят, заболевания, расстройства психики. То этот человек будет направлен на определенное лечение к докторам, к психологам, чтобы помочь самому себе. You most likely won't talk to the police, because if you do, you know, we're either going to, because you broke your promise to the parole officer of not doing what you were supposed to do. So you could have parole violations and go back to jail. But generally, the parole officer and the courts, the judge, will help you, you know, throughout life succeed when you get out of prison or try to help you. То есть, в основном, в основном, вот этот пароль офицера или корт, судья в корте, все направлено на то, чтобы тот человек, который вышел из тюрьмы, чтобы он все-таки выполнил все те предписания, которые ему были назначены для того, чтобы он все-таки имел успех вот в жизни. Ну, во всяком случае, они будут пытаться помочь в этом. То есть, вопрос был по поводу клоунов на улицах, которые люди сейчас встречают. То есть, это происходит в течение нескольких месяцев, как бы клоуны, люди видят клоунов на улице, и, как бы, клоуны начинают пугать людей. То есть, вы можете видеть и на Фейсбуке, или в интернете где-то, что вот эти клоуны, они приходят на улицы, и они, даже иногда у них ножи могут быть, и они, как бы... У меня пишут сейчас, что вокруг школ часто их видели, в новостях передавали. И они пугают людей. И вот с Ольгой reading right now, somebody writing that they noticed that those clans going around school very often. So, with safety and security with that, it's a crime to scare people, to harass people. То есть, основное положение по поводу... Вот какое положение по поводу того, чтобы пугать людей, вообще это считается криминалом, когда кто-то начинает кого-то преследовать. То есть, иногда эти клоны настолько далеко заходят, что они даже себе причиняют какие-то... да, какие-то инжурии, то есть, какие-то раны. То есть, не здесь, в нашем городе, но он, как бы, в других местах это наблюдал, когда они вот хотят какой-то напугать людей, детей. Но в это время или папа, или мама, как вот эти... Мама Бира по-английски они говорят, как вот медведица, которая защищает своих детей. А они... Родители защищают ребёнка. Тогда вот эти клоны, они настолько расстраиваются, что они причиняют вред самим себе. Вот, да, я получила ссылку ещё от нашего зрителя на Фейсбук, и он пишет, что прислал нам ссылку именно об этом, об этом новом веянии, вот таком криминальном. Страшные клоны, в общем-то, устрашают людей. Началось это с Южной Каролины и распространилось по всей стране. И даже в Орегоне, в общем-то, это самое дело было уже зарегистрировано. Вот буквально в прошлую пятницу уже был случай, в пятницу днём по площади в Портленде шёл человек, одетый в чёрной серебристой маске клоуна, вот, и так далее. So she's reading some... Someone wrote it down on Facebook, informing about, like, last Friday, they see a clone in a street in the city of Portland who've been trying to scare people around the city. What's the risk for children, like, and possibility that they will get kidnapped or abducted? Я спросила Джейсона всё-таки по поводу этих клонов, что может, какая же опасность всё-таки, если ребёнок может быть украден или похищен? I don't think the intentions of the clowns are to kidnap kids, or... I think their intentions are specifically to scare people, and they're obviously doing that. То есть самое, как бы, что он думает, что направление этих клонов в основном это пугать и пугать и пугать людей. То есть это не то, чтобы, допустим, похищать детей, но в основном, чтобы запугивать. So I actually wanna back to our topic and talk a little bit about how kids getting involved in a gang's group. То есть я спросила Джейсона, чтобы он пояснил немножко всё-таки, как вербуют детей, ну, или подростков, как они вербуются и как они оказываются вот членами вот этих гангстеровских или хулиганских группировок. То есть и дети, у которых понижена самооценка, те могут быть вовлечены в эти группировки. То есть они совершенно не имеют радости проживания в доме с родителями или в школе недовольны. То есть очень часто, когда родители сильно заняты работой, нету дома или, наоборот, подросток не имеет родителей и он просто хочет, чтобы он был кем-то принят, кем-то был, you know, какое-то покровительство хочет. И вот таким образом он начинает вовлекаться в эти группировки. So then these kids will, you know, meet other kids who are involved in gangs and they'll bring them in with open arms and then they convince them and try to brainwash these kids to do illegal activities. И что происходит? Тогда вот эти другие дети с этих вот группировок, они знакомятся с этим парнем, они его как бы принимают, как там такие довольные, что он с ними и потихонечку начинают промывать ему мозги, как у нас вот по-русски говорят, по-английски brainwash. То есть настраивать в определенном образе. Да, настраивают на то, чтобы он начинал потихонечку ввлекаться в какие-то криминальные активити, то есть в какие-то вещи, что не разрешены законом. Я буквально минуточку возьму и напомню нашим радиослушателям, всё-таки у нас остается 15 минут до конца передачи. We have 15 minutes by the end. Да, поэтому я напоминаю, если хотите задать вопрос, пишите, звоните, наш студийный номер 971-319-1130. И я немножко скажу тогда о моей программе. Значит, я представляю программу, это Центр по обслуживанию пострадавших от криминальных преступлений или Crime Victims Advocacy Program through the Lutron Community Services. And my phone number is 971-888-7833. 971-888-7833. Если вы являетесь пострадавшим в каком-то криминале, вы можете мне позвонить. Я говорю по-русски, по-английски. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Буду рада оказать помощь. И также, если вы думаете, что что-то происходит рядом, может быть, с вашим домом или рядом с вашей машиной, какие-то активы, которые не такие мерженси, чтобы звонить в полицию, но всё равно вас тревожат, то люди могут позвонить. Есть у нас в городе, это на мерженси называется, полицейский телефон. Горячая линия такая? Нет, не горячая линия, наоборот. Горячая линия — это 911. А это когда несрочно. Но человек может позвонить по 503-823-3333. 503-823-3333. Non-emergency police phone number. Если вам нужны эти номера, и вы не успели записать, какой-то криминал случился, вас как-то коснулось, или что-то беспокоит в этой сфере, напишите на наш студийный номер, мы подскажем номера прямые, если что. То есть я спросила, как же всё-таки вот эти хулиганские группировки, как они делают деньги? На что они существуют? То есть в нашем районе они продают в основном наркотики. Они продают кокаин, марихуану и другие наркотики. То есть если я вдруг увидел, кто-то на углу улицы продаёт наркотик, и я вдруг подошёл и арестовал, и обыскал его, и увидел этот пакетик с наркотиками, тогда для меня это доказательство, что этот человек продаёт его. Ну вот за последние 7-8 лет очень много изменилось у нас в городе, и теперь вот эти группировки, они используют метод продажи людей для того, чтобы делать деньги. Они, допустим, какую-то девушку завлекают вот в эту группировку, и так её обрабатывают, что как бы она любимая становится, ну, что они её любят в этой группировке. So they scare them, they threaten them with violence. Или начинают уже угрожать ей, или запугивать. And then they can, and some of them, you know, convince them that they are the love of their life. Или, наоборот, как бы так и убеждают, что она именно, в общем, любовь их не жизни. So they really affect the girl's head. they brainwash her. И настолько промывают вот мозги девушки, что она просто становится как вот, как подневольная. And then they throw her out on the street or in a hotel room, and they say, make money. And the way they do that is through sex. И они начинают уже её потом выводить на улицу или доставлять её в различные отели и говорят, всё, теперь начинай делать деньги через секс. И это очень печально. Most of that is through violence. И всё это через насилие происходит. Нас просят продиктовать снова номера, но уже мы высылаем тоже людям, те, кто запрашивает номер телефона той или иной службы. Я выслала, но можете ещё раз повторить. Телефон 971-888-7833. And again, my phone number is 971-888-7833. Crime Victims Advocacy Program. So, Todd, with the gangs and the prostitution, human trafficking, if one human trafficking girl can make 600 to $2,000 a night. Мы снова вернулись вот к тому, что когда идёт продажа вот девушек для проституции или для секса, и что происходит? Одна девушка, она делает для вот этих гангстера от 600 долларов до 2000 долларов в ночь. Ой-ёй-ёй. And it's very hard to convict these pimps or gang members who have human trafficking ladies working for them. И очень трудно как бы иметь доказательства, чтобы арестовать вот этих их по-английски pim называют или джонов, сутенёров, которые вот продают этих девушек, потому что в основном как бы девушки вовлечены вот в эту проституцию или вот в этот церковь. И доказать очень сложно. Они, наверное, под страхом каким-то не выдают по сути. Наверное. И что происходит, даже если мы арестовали сутенёра и мы, допустим, освободили эту девушку, но для неё, чтобы пойти в корт, пойти в суд и сказать, рассказать свою историю, она уже была через такие, прошла, можно сказать, ад. Поэтому это очень-очень сложно. Может быть, мы сейчас сделаем определённые выводы, ещё раз пригласим к нам в студию нашего дорогого гостя и проведём подобную передачу, потому что вопросов много, тема неисчерпаемая, можно сказать. Я хочу его спросить, что он какой совет Викте дал буквально двух словах. So, we are almost going to close the program because we must be finished in a few minutes. But I ask, Ольга, if you can give some message to victim, to someone who's been, you know, treated by the gangs or been just something to victim. Well, if you are a victim of a crime, то есть, если вы пострадавшие в криминале, don't be afraid to call us. Не бойтесь позвонить в полицию. You might get me, you might get one of my partners, and we will come out and help you with the best of our ability. Вы можете со мной связаться, вы можете связаться с моим партнёром, но мы придём и мы будем стараться сделать всё, чтобы помочь вам. And if I can't, if we, the police can't help you, we will find a resource available to help you. И если полиция не может вам помочь, мы всё равно будем искать какой-то ресурс, чтобы вам помочь. Спасибо большое. Вдохновляет. Как здорово, что в этой стране можно доверять полиции. Это меня очень вдохновляет. Спасибо большое, Татьяна. Давайте мы ещё расскажем о ваших услугах. Вы нам каждый месяц приводите новых гостей, и всё это связано с вашей программой. Да, эта программа, это Центр по обслуживанию пострадавших от криминальных преступлений. И наша программа охватывает огромный объём различных преступлений. Это поджоги, нападения, кражи со взломом, мошенничество, жестокое обращение с ребёнком или с пожилыми, жестокое обращение с инвалидами. Это когда похищены документы или self-security карточки, когда идёт похищение людей. Или вот то, что мы с Джейсоном говорили по поводу торговли людьми, детьми, женщинами. Когда люди пропали без вести, мы также берём эти кейсы. Когда есть дискриминация или ненависть, покушение на убийство. То есть я занимаюсь всеми этими кейсами. Я работаю как crime victim's advocate, то есть адвокат для пострадавших в преступлениях. И мой телефон 971-888-7833. And again, I work as a crime victim's advocate. My phone number is 971-888-7833. Thank you, Джейсон, so much. Thank you. And Olga thinks that they're gonna invite you again. Okay, no problem. People want to ask more questions and we still getting more questions, but we are very limited, so we almost finish our program. I'll come back and answer any questions you guys have. Thank you so much. Welcome. Друзья, оставайтесь с нами. Впереди у нас интересные программы. Retro-час Тарас Мамельченко, Рамзан Магомедов и также выпуск последних известий, другие программы. И помните, что Радио Славик Фэмили работает специально для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...